Здравствуйте! В эфире программа «Психолог и я» и ее ведущая Людмила Болдырева. Сегодня поговорим про тайм-менеджмент, как успеть неуспеваемое, какие применять техники, вообще как правильно для себя выбрать технику и только ли тайм-менеджмент заключается в том, чтобы успеть определенный объем работы в определенное время. У нас в гостях Ирина Лялина, командный карьерный коуч, тренер обучающего центра, специалист при МГТУ имени Баумана. Здравствуйте, Ирина! Спасибо, что пришли. Итак, на какие свои индивидуальные особенности человек должен обратить внимание при планировании своего времени, потому что, мне кажется, это самый такой основной момент тайм-менеджмента. Люди жалуются, что не все техники подходят, не могут как-то это сделать, поэтому, наверное, все равно мы все индивидуальны, и вот что нужно знать про себя, чтобы правильно подобрать себе технику и вообще подойти к этому вопросу. Спасибо за вопрос, потому что вы начали с самой злободневной и важной темы. Тайм-менеджмент, если мы по-русски просто скажем, это управление временем. Здесь у нас две составляющих. Первое управление, и здесь действительно эти инструменты управления, мы можем обеспечить кого угодно. Второй вопрос – время. Чем мы управляем? Вот здесь вопрос философский в большей степени, здесь, конечно, теория индивидуальных различий, поиск самого себя в области «кто я?», «что такое для меня время?» и «как мне им управлять?», вообще, чем управлять? Вот здесь, наверное, вот та самая проблема. И мы здесь видим, скорее всего, внутренний конфликт. Говоря об индивидуальном подходе к времени и своей индивидуальности, весь мир поделён на абсолютно две почти равные категории. Это мир людей рациональных, структурированных, которым абсолютно просто поставить будильник на 7 часов, встать по нему, сделать зарядку, приготовить завтрак, выгулить собаку и спокойно собраться на работу. Причём, действительно, люди, работающие, то есть рациональные, в режиме планирования дня, проходя курс тайм-менеджмента, читая литературу, безусловно, кричат «Ура, ура!», я стал всё успевать. То есть для них есть инструментарий. А вот тотальные 49%, я тоже к ним, наверное, частично отношусь, те, кого называют иррационалы. Причём, если мы с вами посмотрим, как организован мир, обычный каждый наш день, у каждого есть режимы рабочего времени, вы абсолютно, наверное, согласитесь со мной, как и наши слушатели, что вообще мир создали рационалы. Иррационалы создавали его под себя, по своим законам. Поэтому второй половине не очень комфортно в ней жить, потому что они всё время понимают, что они как-то не успевают, что-то у них не получается. То есть создаётся впечатление, что я живу как-то не так и неправильно. Теория рациональности и иррациональности, конечно же, можно обратиться к любой типологии. Можем взять Юнга, классификатора, холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Кому из них проще управляться со временем? Те, у кого проще с постановкой цели, кто идёт к ней, активно её понимать. И самое главное, есть желание идти вперёд. Такие люди гоу-гоу. Ещё в бизнесе их называют стартаперами, но за таким человеком сложно угнаться. И когда он стремится достичь цель, а мы все помним, да, цель – это смортирование целей, и одна её из важных составляющих – это вовлечённость. Так вот, эта вовлечённость перекрывает абсолютно всё. И иногда, нарушая все законы тайм-менеджмента, эти люди достигают целей. Вопрос, а не рацио или рацио? Вот я как раз хотела спросить, то, что, наверное, творческий человек, он тоже войдёт в поток, он там, не знаю, день спать, в смысле, там, сутки спать не будет, 24 часа будет работать, да, день не будет кушать, но он всё сделает, вот потому что он вошёл в поток. И тут опять же к вопросу о тайм-менеджменте и обозначении целей. Отлично, что вы ещё упомянули прям термин, да, для наших, слушайте, состояние потока. Это не когда я плаваю в течение глубокой реки. Состояние потока определяется вообще в психологии и в бизнесе как увлечённость, интенсификация процессов по достижению результата. И вот это как раз тот самый случай, когда мы время не замечаем, помним, да, наша классика, наша народная мудрость – счастливые часов не замечают. Поэтому ожидание в очереди, справки, да, в госучреждении кажется безумной потерью, времени, но в то же время время на свидание летит незаметно. Поэтому вот как раз вот это, то, что мы называем вера, увлечённость, увлечённость обеспечивает состояние потока. Так вот как раз прелесть тайм-менеджмент для иррационалов в том, что они за очень короткий период времени, вот попадая, да, в этот поток, и когда их несёт по течению, успевают сделать огромное количество работы, для которого рационалу могло употреблять гораздо больше времени, но даже при равных положениях времени у иррационала результат бывает лучше и иногда необычнее. Поэтому, если мы вернёмся вообще к теме нашей сегодняшней встречи, то готовых инструментов, конечно, не может быть. Первое. Давайте мы определим, да, мы рационал или рационал. Тест очень простой. Давайте самый простой вопрос. Опаздываете ли вы куда-нибудь? Как часто это бывает? Если, когда вы собираетесь навстречу, даже выделяете 20 минут с запасом на дорогу, всё равно вы опаздываете, наверное, всё-таки иррацион. Можно обратить свой мысленный взор к нашим шкафам. У вас там всё по полочкам, по цвету, поглажено в стопочках. Или я не знаю, где мой любимый галстук. Помогите мне найти. Вы любите художественный беспорядок на столе и не позволяете никому прикоснуться. Или чистота, порядок, структурированность. И вот эти обычные предпочтения дают нам абсолютно точное понимание. Я рацию и рацию. Но ещё, конечно, очень важная вещь. А вы любите мечтать? Потому что то, что мы называем в тайм-менеджменте потерями времени для иррационалов, потерями не являются. Они мечтают. В этот самый момент мы можем распределить мир на право-лево-полушарных. Право-полушарные чаще всего. Или те, кто прислушивается к своему внутреннему голосу, то, что мы называем интуиция. У кого прекрасное образное мышление, это те, кто любит помечтать. Скорее всё-таки это иррационалы. И для них время имеет вообще другой вкус и другой цвет. Они живут и ощущают время только тогда, когда они получают эмоции. И здесь, конечно, это уже ваша специфика и ваша поляна. Это эмоциональный интеллект. Так вот, если нам ещё одну категорию, критерий добра, то люди с высоким эмоциональным интеллектом, конечно же, очень плохо справляются с тайм-менеджментом. Более структурированные, левополушарные, рациональные. Для них есть абсолютно весь набор, и этот тайм-менеджмент преподается в качестве инструментария. Хорошо, тогда прежде чем мы перейдём к техникам тайм-менеджмента, я так понимаю, что залогом любой техники для иррационалов будет это вызвать состояние потока, вот это войти в рабочее настроение. Тогда расскажите, пожалуйста, наверное, базовую технику, а потом уже всё остальное планирование. По техникам постановки тайм-менеджмента, если мы берём классические инструменты и всё остальное, это целеполагание. Для рационалов, для тех, для кого прописана теория управления временем, ну, конечно же, мы принимаем теорию Эйзенхаура. И все планировщики начинают строиться с глобальных целей, то есть глобальные, потом цели смысла жизни, долгосрочные цели на некоторую перспективу осязаемую, цели годовые уже полностью обозримые, цели месяц – это реально уже пошло планирование в задачах и мероприятиях. Если мы говорим об иррационалах, то им нужен гипотетивный веер целей. Она не может быть одной, их всегда много, так более того, значимость целей всё время меняется. Поэтому одно из предложений – составьте список хотелок. Это не одна хотелка, это хотелок 10. Я хочу срочно выучить английский язык. Почему срочно? Не знаю, просто хочу. Я хотела бы посетить все театры мира. Я очень хотела бы научиться кататься на серфинге. И вот эти цели в определенный момент, с течением условий жизни, временем, наличием стимулятора в виде друзья, собрались поехать куда-то отдыхать. О, серфинг, доска. И вот эти цели могут по динамике как-то двигаться, и я реально могу к ним идти. То есть мы можем нарисовать такой широкий круг целей, веерный, и двигаться к нему. Так мало того, иррационал всё-таки надо дисциплинировать. Если я сегодня на продвижении к своей цели, если мы берём вот этих круг жизненного целеполагания, на 30% реализовала, ну что, я хотя бы посмотрела каталог досок. А вот второе. Хоть что-то. Хоть что-то. Я могу сказать, я на шажок впереди. Но если у иррационала эта цель всегда, чаще всего, одна, она очень глобальна, и все остальные служат достижениям, ну, например, карьерный рост, хороший заработок. Для чего? Я хочу состояться в жизни как специалист и реализовать себя как профессионал. То для иррационала вот эта подмена цели, это не является разбросом как таковым. Но вот этих целей должно быть всегда много. Ну, ещё очень важная вещь для иррационала – понимание своего состояния. Есть такая вещь, которую мы называем перегрев. То есть я хочу, 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 и здесь я понимаю, нет, есть, протест появился. Это абсолютно эмоциональное ощущение. Значит, надо поменять цель и просто развлечься, да, то есть отвлечься от достижения цели и немножко отдохнуть, отойти в сторону. Для иррационала понятия перегрева нет, потому что для него каждый шаг, результат, так он его ещё больше стимулирует, потому что это люди результативности, они умеют это оценить. К сожалению, иррационал видит цель, размытую он, очень художественно оформленную, и она такого некоторого идеализированного типа. Если мы берём теорию Эйнштейна и теорию Галилеи, да, вот галилеевская модель – это вот идеальный результат у меня в голове. Я никогда не буду доволен тем результатом, который есть вот эта проблема иррационалов. Я чуть-чуть всегда недоволен. Ну, они, видимо, как творческие люди, должны стремиться к совершенству. Конечно. Да, а тогда иррационалам. Как входить в состояние потока? Вот есть ли какая-то техника? И как планировать тогда своё время? Начнём с самых креативных вещей. Ага. О методологии вообще что делать? Если я понимаю, что обычные инструменты, курсы тайм-менеджмента мне как-то помогают вот на три дня ровно. То есть я напишу планировщик, я пытаюсь выполнить план задач на сегодня, я их распределил по приоритетам и стоп. Давайте попробуем по-другому. То есть первое. Я не пишу планировщик. Я себе пишу планировщик не на день, а на неделю. Причём в течение каждого дня я себе ставлю какую-то задачу. Ну, например, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Работа. И мне всё равно, почему. Ну, я вменяемый умный человек и понимаю, что мне надо зарабатывать деньги. И есть задачи даже, которые мне интересны. Есть задачи, которые мне интересны, но надо выполнять. Но есть вечера. И вот на каждый вечер этой недели я могу себе поставить ту задачу, которая мне интересна. Ну, например, выучить три слова английского. Не ставьте глобальные цели. Три слова. Я молодец. Ну, и потом, если я рационал, в состоянии поток, как в войте, мне нужна награда, как бы мы не хотели, рефлексы работают. Что такое награда? Есть ли у вас диета? Ну, позвольте себе одну четвёртую часть вкусного пирожного. Посмотрите фильм, который вы хотели. Ну, и, конечно же, можно просто поболтать и заняться тем, что у нас называется хронофагами. Но я так понимаю, что мы о них чуть-чуть позже будем говорить. Пятница и суббота. Вот здесь для иррационалов то, что они могут прописать. Это все хотелки. А тут мы теперь начинаем анализ по приоритетам. Позволят ли мне финансы реализовать эту цель? Есть ли у меня, самое главное, друзья, которые могут реализовать эту цель? Ну, а есть ли у меня профессиональная задача? Я хочу написать статью, которую мне обязательно нужно опубликовать до конца февраля. Да. Поэтому надо беречь состояние. Первое, что нужно для реализации задачи? Мы начинаем обычное планирование. Мне надо уединиться. Дома невозможно. Потому что придут друзья. У меня ещё есть кошка и собака. Ну и потом, я не совсем живу один. Да, это тоже напрягает. Что можно сделать? Найти место для уединения. Кстати, у нас огромное количество каворкингов, бизнес-центров, да, ну, где можно уединиться. Даже есть приличный кафе, где можно посидеть с ноутбуком. Везде есть Wi-Fi. Второе, что такое для меня состояние потока? Меня не должны отвлекать ерундой. Поэтому, конечно, выключить телефон, сосредоточиться. Ну и помните, да, вот для рационалов это состояние потока входа, допустим, в то же написание контента, рекламной статьи или научной статьи. Ещё Чехов писал, не пишется. Начинаем с чистого листа. Ничего не пишется, пишется, ничего, ничего. То есть надо туда зайти. И вот для рационала надо очень хорошо понимать. Не зайти в поток, пока вы его не начнёте. Это как войти в реку? Да, холодная вода. Ну, потихоньку-потихоньку мы привыкаем. Но самое главное – оттуда не выйти. Когда оно пойдёт, да, и вы поймали это состояние. Ну, как говорится, да, я схватил удачу за хвост. И вот оно здесь, это время именно вашего успеха и удачи. И постарайтесь себе обеспечить время не на одни сутки. Поэтому выходные для рационалов – это самое продуктивное время работы, если они хотят продвигаться профессионально. Ну, и не забывайте отдыхать, потому что это очень большой интенсив. И если вы после такого интенсивного дня, как рационал, придёте, реализовав хорошую цель, подготовив статью или сделав что-то очень важное для вас, кусок какого-то проекта, да, с нерешаемой интеллектуальной задачей, с креативным элементом, помните, пожалуйста, понедельник, вторник и среда. Вы на основном месте работе будете не очень эффективным специалистом, потому что у вас было перенапряжение интеллектуальное. Надо уметь отдыхать, и поэтому надо уметь спать. Безумно всем рекомендую, потому что стресс, конечно, снимает только физические нагрузки. Слава Богу, и рационалов всегда успокаивает то, что называется релакс. Это массаж. Это, конечно, правильная юга. Абсолютно. Ну и ещё хорошие эмоции. Помните, да, совет? Сделай то, что ты никогда не делай. Пойди и прыгни с парашютом без парашюта. Да, немножко адреналина не помешает. То есть и рационал может себя вылечить от переутомления эмоциями. Причём эмоциями для кого-то это танцы, для кого-то игра на музыкальном инструменте. Кстати, давайте вспомним. Потрясающий персонаж, да, очень популярный сегодня – это Шерлок Холмс. Конечно, это абсолютный рационал, но он, как живой человек, погружал себя в состояние потока абсолютной рациональной методикой. Игра на скрипке. Ну, я не могу это сравнить с ойстрахом, например, да, но всё-таки это имело место быть. Вот как раз к вопросу о пожирателях времени, пока мы далеко не ушли, потому что тут, наверное, придётся отключаться от этого, от соцсетей, от лишних звонков и иррационалом, иррационалом. А, дайте, пожалуйста, какие-то советы, как это сделать, потому что тянет же там Facebook, соцсети. Ой, ещё как тянет, можно утонуть. Да, зашёл, открыл на 5 секунд, раз 3 часа прошло. Ой, вы абсолютно правы. Ну, термин «хронофак», «пожиратель времени» – это, конечно, латынь. Вообще-то ничего не делание. Но мало того, кого это безумно напрягает вот в плане потерь, да. Если вы позволите, я немножко откачу назад этот вопрос, потому что, говоря о пожирателях времени, давайте мы вот сразу с инструментом, самый первый, да, мы действительно не понимаем, что в нашей жизни есть моменты, которые мы мозгом не фиксируем. Это моменты незапланированных действий, да, и здесь обращусь к очень простой даже экономической вещи, это закон Паретта. 80 и 20, то есть 20% – это всегда время, потраченное на цель и полагание осознаваемое, 80% – это вот не что-то, суета-сует, на которое мы тратим времени. Если мы его переложим на тайм-менеджмент, то здесь, наверное, нам больше подойдёт то, что называется принцип Альпы. Это время, которое мы должны в планировании, да, учитывать, я не говорю применять, кто применяет – молодец, но учитывать – это 60 на 40. Поэтому для вас небольшая задачка. Если мой рабочий день – это 8 астрономических часов, и применяя принцип Альпы, я должна 60% распланировать, то есть это реально время, которое я осознаю, понимаю, более того, тайминг у меня в голове, я знаю, сколько мне нужны процессы, сколько мне нужно ответа, допустим, 50 писем или обычной переписки, на подготовку аналитической справки, на внесение баз данных вот такого объёма. То есть мы реально структурируем время, мы его осознаём. Но я могу запланировать только 60% времени. 20% у вас украдут все, кому не лень. Ой, а у тебя нет скрепочки, ты не помнишь, где этапап? Слушай, нам звонили, ответь на вопрос, отдайте. У вас его украдут, это не ваше время, но и 20% – это время потерь. Например, зазвучала где-то музыка, вас насторожил запах, что будет делать рационал? Подопрёт руку щекой и посмотрит в окно. Мы не запланировали это время, это мои потери. Поэтому если я планирую, и если я рационал, я в любом случае могу запланировать где-то 4 часа 36-38 минут. Вот это моё. Мы же обычно в любом планировке ставим себе полный рабочий день 8. У меня всё время есть дела, плюс какие-то обязательно жёсткие запланированные встречи. То есть фактически, если я прибавлю эти 40%, мой рабочий день 10 часов. Что нас обычно беспокоит? Это на нашей переработке, оставание после работы. Вечное раздражение, когда вот эти куски по 2 часа наваливаются на пятницу, я уношу их с собой домой на доработку. Возвращаясь к вашему вопросу о хронофагах. Является ли то, что называется вебсёрфинг хронофагом? Если вы структурированы, и вы понимаете, что каждые 25 минут вам надо переключаться, это техника помидору, которую нам дали итальянцы ещё, если я не ошибаюсь, в 2002 году и предложили даже электронный вариант по пониманию, что такое полчаса моя работа, это у меня в голове на автомате, на рефлекторном уровне, то, говоря о поглотителях времени, это, конечно же, беда иррационалов. Почему? Область интереса. Любая интересная картинка, когда я честно пошла отыскивать по задаче моего руководителя, делать котировку цен на поиск тренинга или консалтинговой кампании для проведения тренинга, я здесь увидела, ой, и здесь мы попадаем на все законы рекламы. Сумочка. Распродажа. Какая хорошенькая собачка. Ой, интересная статья, это как раз мне нужно было, где пройти курсы. И я через метод ссылки, переадресации иду на другие сайты, делая тем самым, что популярность, конечно, мы попадаем в законы вирусной рекламы. Но чтение не проходит бесследно, потому что если я трачу время на вебсерфинг, я могу его тратить, но имея при этом цель. Я его трачу на изучение достаточно большого количества нужной мне информации. А если мы сейчас помним, погружаясь в теорию поколений, поколение поздних игреков и зетов, это кто у нас родился, 86-й, это игреки по 2000-миллионисты так называемые, и зета, им уже 16-17 лет, ребята, они тоже приходят к нам в компанию, они наши партнёры, большей частью, или дома. Мы с вами говорим, что у них изменились процессы, и их скорость обработки информации, как сейчас японцы утверждают, в 30 раз выше, чем, ну вот, например, у меня, да я отношусь к поколению боби-муборов, или после меня уже иксы, да, нарождённые так называемые. Мы понимаем, что для них вебсерфинг – это уже не проблема хронофага, потому что они обрабатывают информацию, так мало того, они её аккумулируют с такой же скоростью, и готовы сделать выводы. Поэтому всё, что касается контента и работы в интернете, по обработке, по структурированию информации, эти поколения впереди. Ну и, конечно, они сменили формат коммуникации, и для них сейчас вебсерфинг – это один из способов транслировать себя миру. Очень часто, вы знаете, обращаются родители, как отучить ребёнка вместо работы в интернете, написание реферата, который задал учитель, срочно переключиться, да, уходят. Я сейчас сразу отрубаю тему игры, потому что это другой абсолютно формат общения. Я беру вебсерфинг, да, это социальные сети и всё остальное. Многие компании ввели запрет на общение в соцсетях. Я сейчас только, да, моё личное мнение, им ход так называемое, я считаю, что это невыразумно и нерационально, поскольку тоже руководители некоторых компаний были попытки лет 7 назад запретить, да, я понимаю, это затраты времени работодателя, который рассчитывает, что время, которое он оплачивает, всё-таки принадлежит ему, и вы должны делать работу в это время. Работодатель тоже должен понимать, что 20% времени ему не принадлежит, да, из области содержания рабочего дня. Поэтому, что лучше всего сделать, да, сотруднику использовать вебсерфинг целенаправленно, понимая, что он ищет, и если вы нашли нужную информацию, вот здесь не поленитесь, сейчас огромное количество планировщиков, занесите эту нужную информацию себе куда-то в еженедельник, ежедневник, что вы уже её нашли, её не нужно будет искать там тысячный раз. Поэтому вот эта база поисковиков, у нас в голове такой появляется кластер нужных ссылок, нужных ресурсов, да, нужной информации. Кажется, что она бесполезна, бесполезной информации не бывает. Поэтому, когда всё-таки вас понесло, и вы не можете остановиться, в первые 30 секунд скажите себе, так, всё, что я нашёл, мне нужно структурировать и немножко записать, и обязательно хотя бы положить в закладку тот сайт, на котором мне попалась очень нужная информация, но мне пока некогда её читать. Я её почитаю когда? В пятницу, субботу, воскресенье. Пока я еду в метро, вот тогда действительно вебсёрфинг будет для вас неким поиском. Возвращаясь к теме работодателя, если вы позволите, личный пример. Вы знаете, работодатель всегда имеет такую статью расходу, как реклама, затраты на рекламу в области соцсетей. Это позиционирование бренда, создание, имиджа работодателя и всего остального. Так вот, мне разрешено работать в группе ВКонтакте, сидеть в Фейсбуке, однако я всегда прошу, уж коли вы заходите, зайдите на страничку работодателя и оставьте там статью, что сделано, как прошло мероприятие, разместите фотографию. Поэтому у меня нет контент-менеджера, это делают сотрудники. Очень хороший подход, очень интересно использовать в своих интересах. И самое главное, у нас нет конфликта интереса, мы же всё равно используем то время, которое он тратит на что? На вебсёрфинг. Теперь этот вебсёрфинг чуть-чуть заходит на территорию работодателя. Нормальные условия договора, скажем так, партнёрского. Как раз вы говорили про планировщики, кому какие лучше тогда использовать, бумажные или электронные, как подбирать по категориям рационалы и рационалы? Или тут от индивидуальных особенностей зависит? Ой, конечно же, только индивидуально. На сегодняшний день, поскольку мир гаджетов мы никуда с вами не денем, и вот по статистике каждые полгода появляется какой-то инструмент. Причём планировщики сейчас не столько планируют, сколько позволяют вам сохранять информацию, то, что мы называем ежедневник. Огромное количество планировщиков, да, это стандарты. Ну, господи, давайте с классики Outlook рабочий. Он доступен на мобильных приложениях и гаджетах. Огромное количество инструментарий предлагает Google продукты. Не будем называть сейчас в плане рекламы остальные, но если вы сделаете поисковый запрос, я думаю, не меньше полутора миллиона страниц вам предложат. Более того, это разные платформы, кто-то на МАК, кто-то на Андроиде работает. И все эти вещи на сегодня позволяют мне что? Структурировать информацию, чтобы её не забыть. А вот решение принимаете вы. Очень неплохая вещь напоминалки, и мы им тоже пользуемся. Почему? В таком потоке информации, да, информационном поле, в котором мы живём, то, что называется оперативной памятью, не у всех она так хороша. И чем человек старше, у него не с памятью проблемы, у него проблемы с обработкой информационного пространства. Час информации столько, что это просто кошмар. Поэтому вот эти шпаргалки-напоминалки, они хороши. Однако поможет ли вам помочь бумага? На бумажных носителях ежедневники тоже изменились, потому что они сейчас стали под инструменты. Если вы руководитель, я, например, тоже пользуюсь планировщиком, который создан по системе Зинхаура. То есть приоритетные дела, категории А, Б, С, да, что-то переходит в корзину. Есть авторские планировщики, да, и вот авторы книжек по тайм-менеджменту делают свои, со своими напоминалками, со своими терминами. Лотерезайвер, да, вот его книжка, она вообще детская. И в этой книжке тоже есть вот то, что называется планировщик для шестилетнего. Это обычное планирование дел и главных дел. Мне кажется, здесь проблема в другом. Ведь мы планировщиками встречаемся, когда, вы знаете, вот когда деревня уже пожар, да, всё сгорело, вот тогда, ой, а не завести ли мне? Мне очень кажется важным начать планирование с тех времён, когда мы впервые сталкиваемся с необходимостью структурировать свой день, хотя бы важные задачи. Эта обязанность появляется в школе, прямо в начальных классах. И если у вашего ребёнка уже появился какой-то планировщик бумажный в виде расписания, дневник неплохо, если бы это расписание было перенесено в какой-то гаджет, и он начинал осваивать эти планировщики. Насколько я понимаю, для рационалов на сегодняшний день, причём людей, чей бизнес не связан с высокой интенсивностью либо высокими эмоциональными нагрузками, вот каждый же минут на всё-таки наиболее удобные планировщики бумажные, даже если они в электронном виде. То есть у нас всегда есть место для записи и проводится запись. Кстати, очень неплохая вещь, когда вы переходите на новые технологии. Ну, я вот как тренер могу сказать, у нас очень популярна сейчас технология скрайбинга, да, визуализация. Ну, например, звезда совещания, да, элемент флага, важная встреча или напоминалка. Есть ли элемент бумаги? То есть когда для меня не буквы, а визуализация символов уже имеет место быть. Более того, глядя в такой планировщик, я понимаю информацию, поэтому доля конфиденциальности имеет место быть, и его не надо там хранить под семью паролями. Очень удобно. А тогда можно вопрос по поводу техник для этих планировщиков. Как планировать уже на поле боя, скажем так, со временем? Поле боя. Поле боя у нас, конечно, планируется, давайте мы начнём с того, что называется теория планирования Зинхаура. Как бы мы ни говорили о лопатах, я должна знать хотя бы направление, в какую сторону копать. Поэтому я предлагаю не свою методику, но очень многие тренеры используют. Это методика достаточно популярного Миларекома, который на своих тренингах её проводит. Глобальное целеполагание. Поэтому вы можете прямо сейчас, пока идёт наша передача, определить список своих жизненных целей. И вы знаете, самые простые вопросы, они самые сложные. Зачем я живу? Это, мне кажется, так вот у нас 15 минут осталось, человек и не ответит. Я думаю, это можно перевести в домашнюю работу. Их обычно 7-10, да, то есть вообще смыслы. Как это не печально? Обычно в зале пишут на бумажках, но я всегда прошу после того, как список сформирован, вычеркнуть половину. Как это можно сделать? Надо, ребята. Когда у нас с вами остаётся 3-4 цели, мы их ещё уменьшаем до двух. Вот это методом исключения. И когда остаётся 2 цели, я выбираю ту, которую могу сделать прямо завтра. И мне ничего не мешает. И эту цель я могу уже отсмортировать. То есть поставить время, задачу, перевести в конкретику, определить результаты. И появляется план долгосрочный. И он точно так же переходит в план на месяц. И план недельный. Из недельного появляется ежедневник. Это обычный хронометраж, что у меня утром. И задача у меня начинает планироваться. Жёсткие, чётко привязаны ко времени. Совещание, собрание, поход к стоматологу, родительское собрание. Это касается личной жизни. И вот сначала вносятся они, а потом всё остальное. И я ещё раз прошу, не забывайте. Не весь день ваш, только 60% от него. Чтобы у вас не создавалось впечатление, что вы попали в собственный капкан или ловушку, когда вам хронически не хватает времени на выполнение ваших целей. И здесь у нас начинается фрустрация. Я не достигаю своих целей. Что-то у меня не так, какой-то я не такой. Вот как раз неуспешное целеполагание маленьких целей приводит к концу недели в состояние неудачника. Не покупайте себе этот бренд. Постарайтесь правильно планировать. Но это ещё раз, да, для людей рациональных, понимающих, что это такое. Для ирацио то же самое. Моё планирование ежедневное будет сводиться к тому, что меня в данный момент вдохновляет и интересует прежде всего. Потому что вот эти состояния потоки, они у вас, эти вот ежедневные, еженедельные планировщики будут напоминать. Да, готовлюсь в отпуск, готовлюсь к отпуск, готовлюсь к отпуск. Более того, список дел вам не столько важен, почему вы определяете по ходу. Но когда вы понимаете, что вы идёте вперёд, а не стоите на месте, не планируете. Потому что, вы знаете, я с уважением отношусь к философии времени. Для меня очень важна была фраза в определённый период жизни, да, когда я только познакомилась с Паулу Каэлья. Когда я понимаю, что я перестала мечтать, я понимаю, что я потеряла время. Поэтому понимание времени, что у меня его километрами, что у меня его тоннами, в любой единице измерения, да, миллиминутами, часами, всем остальным, у меня вечность, это не совсем правильное. И как бы это ни было обидно, всё-таки давайте мы определим. Если мы определим ещё вот такое, сколько у нас времени осталось, мы начинаем относиться к другому. Есть замечательная игрушка, которая называется «Пирог времени». Это круг, разделённый на дольки. Мы делим на 80, потому что 80 лет жизни – это нормально. Поэтому разделите, не поленитесь. Вычеркните из него то, что вы уже прожили. Это то время, на которое я не смогу повлиять, потому что я сегодня с теми результатами. Его уже нет. Уберите 20% то, что мы тратим, извините, третью часть, то, что мы проспим. 8 часов – это нормально, потому что кто-то скажет, что я сплю в 6 часов, простите. Но суббота валяне на диване в полудрёме. Поэтому давайте выбросим третью часть на сон. Из того, что осталось до 80, когда ещё всё-таки думаю, что я реально человек, который может что-то успеть, 20% я потеряю. Это поиск выключателя, зашивание, пришивание пуговиц, стояние на остановке и всё остальное, вот эти вот мелочи. 20% у вас украдут. И вот эта часть, 60% вот этого куска жизни – это то, чем я могу управлять, чтобы реализовать свои цели. Вы знаете, мы проводим обычно вот этот анализ, сколько осталось прямо в начале наших занятий на курте. Это очень тяжёлая игра, потому что, когда человек зрелый, я считаю, 35-30 – это зрелые люди, понимающие, чего они хотят в жизни абсолютно точно. И когда они видят, что у них 17 или 20 лет на все цели жизни, которые они хотят достигнуть, начинается очень глубокая перестройка. Понимаете, что это мало? Это крошечное, да, потому что 80 лет – полный круг. Это вот как раз визуализация того, чем вы хотите управлять. Постарайтесь нарисовать себе вашу картину времени, тогда появятся другие картинки в виде плана рабочего дня, в виде недели, в которую я хочу уложиться и успеть. Ну и мы помним, рационал – это ежедневный труд, это шаги вперёд. А для иррационалов – это когда я лежу на месте, но иногда у меня появляются крылья, когда я могу перелететь, да, вот этот промежуток времени и попасть в ту точку, в которую я даже не ожидала. Это всегда сюрприз, это приятно. А здесь не может возникнуть конфликта по поводу глобальных жизненных целей и мелких рабочих, потому что многие же работают просто потому, что нужны деньги, да, работа не всем нравится и не всех мотивирует. И я хожу, потому что здесь удобно, здесь вроде я на это отучился, ну и так далее. В общем, и я к тому, что потом же у многих, ну у некоторых, во всяком случае, наступает история, когда из хобби в бизнес, и тут как с этими жизненными целями поступать? Вот как раз две, да, опять ситуации для рациональных и иррациональных. Наша жизнь такова, что никто из нас не альтруист, и мы понимаем, что обеспечение денежными средствами – это вот теория потребности масла в чистом виде, начиная с того, что мы обуваемся, одеваемся. И если у меня глобальные цели жизни, ну на сегодняшний, давайте возьмём самую гипотетическую, я хочу объехать весь мир, посвятить жизнь кругосветному путешествию, волонтёрству, да, или ещё чему-то, то хождение на работу – это просто та часть времени, которую посвящаю не работодателю, а себе для обеспечения чего? У материального ресурса меняется установка, и здесь не совсем поиск мотивации, потому что я понимаю, мне это не очень интересно, но если мне это не интересно, то меня вполне устраивает местоположение моей работы, комфортный офис и та заработная оплата, а самое главное – то количество задач, которое мне не приводит до состояния измождения. Чаще всего ведь не деньги привязывают человека к работе, потому что вы сказали о второй стороне этой медали. Когда я из хобби делаю бизнес, это счастье, когда за это ещё и платят, или этим ещё можно и зарабатывать. И в теории мотивации, да, мы с вами понимаем, что вообще бизнес понимает, что человеку хочется, ему не обязательно платить деньги, и когда он в состоянии потока и вовлечён, то есть как раз в мотивационное поле, вся теория управления персоналом абсолютно переместилась в сторону управления бизнесом через управление персоналом. Это вот как раз Федерик Лулу, теория бирюзовых компаний, это то, что сейчас делает Герман Греф, да, он-то уж рационал, извините, до мозга костей, да, потрясающий менеджер в области бизнеса, структурирования своей компании. Так вот, возвращаясь к теме тайм-менеджмента, давайте пересмотрим мотивацию. Итак, для первого случая, я не люблю эту работу, давайте разберём, почему мы на неё ходим, давайте мы себя проколучим, за что мы туда ходим. Если я себе даю честный ответ, докопавшись до первых причин, у меня лень искать новую работу, или у меня безумные страхи, что в ситуации безработицы у меня не будет шанса, поэтому, слава Богу, что она есть, значит, если она всё-таки меня устраивает, лист плюс, лист минус, по любому вопросу, у меня меняется отношение, то есть нам не так противно. Сравните риски потери работы с тем, что у вас сегодня есть, но у вас ведь есть свободное время, у вас есть время после окончания рабочего дня, у вас есть отпуска, у вас есть выходные дни, и ведь самая большая проблема, мы не планируем отдых, и если я не умею отдыхать, у меня отдых превращается со снятия синдрома усталости, а это не отдых. Поэтому ещё раз займитесь планированием своего отдыха, даже если моя работа, это всего не очень приятное времяпрепровождение. Второй вопрос, мой бизнес мне нравится больше всего. Вы знаете, здесь есть ловушка, да, даже по дизису для учредителей бизнеса, когда я увлёкся и заигрался, я перестал время планировать, я думаю, всё само как-то построится. Люди, попавшие из хобби в бизнес, хотят они это или нет, зона ответственности такова, что они начинают планировать, и, конечно же, тайм-менеджмент для них это самое главное. Ну и ещё, в плане маленьких хитростей, не забывайте про обратное делегирование. Обратное делегирование хорошо и для ребёнка, и для взрослого, и для руководителя, и для исполнителя. Помните, я говорила про 20%, в который времени у вас украдут? Старайтесь украсть чужого. То есть вы прибавляете себе, это те задачи, которые вы можете передать. Первое, на работе вы всегда знаете ценник своей минуты, своего часа рабочего, сколько я получаю в час. И если я передал задачу менее дорогому исполнителю, значит, я всё-таки сэкономил время. Вот здесь вот напрямую время, деньги. Но это, конечно, закон для руководителей и тех родителей, которые точно не знают, особенно знают наши уважаемые мамы, я сама. Мама, я сама, позвольте себе выкроить время, когда вы, ваши близкие, помогают вам, да, выполняем, то есть, ваши функции, то есть, они возьмут часть времени, ваших забот на себя. У нас осталось 4 минуты, и в конце я хочу такой кейс озвучить. У нас есть зритель, который написал нам этот кейс. Значит, когда человек знает, что если вовремя он не закончит работу и, соответственно, заработает за это время меньше денег, но он всё равно тянет эту работу, то деньги, получается, его не стимулируют. Что может быть альтернативным стимулятором, вот этот отведённый промежуток времени? Ой, это вещь и на нашу проблема, да. Я очень рада, что у вас такая широкая аудитория. Вопрос из Грузии – это просто солнце, да. И я ещё прямо термин веду. Это у нас называется прокрустинация или прокрастинация, да. Это тянучка времени, большей частью для создания лояльности, но любой человек растёт компетентно. Мы квалифицируемся, даже если я не обучаюсь. Почему? Задачи одни и те же, и процессы одни и те же. Поэтому тягомотина и протягивание времени – это, конечно, проблема чаще всего работодателя. К сожалению, мы, вот как исполнители, понимаем её не сразу. То есть мы создаём видимость деятельности. Это переходит в лень. Это чревато прежде всего для понимания потери квалификации, потери конкурентных преимуществ, потому что это не стимулирует человека к развитию. Вопрос – я не получу больше денег, да, чем стимулировать. Хорошо, когда вы тянете время и кота за хвост, найдите то, где вы можете утонуть в состоянии потока. Найдите в этой неинтересной задаче возможность посмотреть новую информацию, материал. Всё равно мир увлечений ваших есть. Посмотрите на ту задачу, которую вы принесли за рабочее время или на свои выходные. По крайней мере, выполняя эту задачу, ну, я не думаю, что там система контроля. Вот так вот глаза и уши, да, и вы сидите под камерой. Вы реально можете отдохнуть. Мне кажется, вам писал иррационал. Поэтому он в состоянии перегрева. Следите, ищите то, где вы можете найти эмоцию, где вам будет вкусно. Вам обязательно надо найти элементы переключения. Ну и на всякий случай взгляните в технику помидоро. Может, помидоры в Грузии тоже хороши будут. Вот да, и смена формата деятельности каждые 25 минут оптимизирует вас. Самое главное, снимет с вас утомляемость и вот этот негативный фон. Поиск мотивации – это сложно. Но демотиватор эмоционального горания так можно снять себя. Ещё Ленин говорил, что лучший отдых – это смена вида деятельности. Поэтому хорошо. Я из нашего разговора, поскольку наша программа уже подходит к концу, понимаю, что тайм-менеджмент – это не просто техники, которые берёшь, делаешь, как-то адаптируешь под себя. Это прям жизненный подход и с глубоким анализом жизни, ради чего я живу. Спасибо большое за интересную программу. Это была программа «Психолог и я». В гостях у меня была Ирина Лялина, командный карьерный коуч, тренер учебного центра «Специалист» при МГТУ имени Баумана. Спасибо, всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин